Эту замечательную бутылку сфотографировал Юра Азаровский. Сфотографировал во время моего гончарного турне. Я занимаюсь горшками и глиной. И сделал вот такую замечательную бутылку. Бутылку не простую, а бутылку с джином внутри. Анапа это очень теплый регион. Я был маленький, в три, в четыре, в пять лет я ездил в Анапу и отдыхал. Я сочиняю стихи про горшки и про гончарную мою посуду, и про Юру тоже. Витязева, Анапа. На песке чья-то шляпа. Вот краб бежит по дну. Ребенок испугался, почуял беду. Бежит на берег к маме. Мама обращается к какой-то даме. Последите за моими вещами. Дети что-то не купаются сами. Идет, успокаивает ребенка. Голос по пляжу звучит звонко. Бежим вместе в море. Не пугайся, дочка. Бегут уже двое. Вдруг дельфин вдали показался. К берегу приблизился. С кефалью игрался. Мужчина какой-то одел маску. В воду нырнул. Решил ощутить рыбью ласку. Вот пара семейная на бархане. Думает, прокатиться ли на банане. А вот Юрий Азаровский. Главный фотограф Черноморский. Фотографирует ракушки, море, людей, песок. И старушки, местные, Юрия знают. За ним в Ютьюбе наблюдают. Юрий приходит на пляж каждый день. Снимать ему видео не лень. Царевну лягушку пускает он в море. Та градус покажет. И вскоре те, кто видео смотрит, в Витязево едут и спорят. Успеют ли искупаться, не будут ли за место под солнцем драться. Иль шторм часом не нагрянет. Иль солнце светить перестанет. Будьте спокойны за это. Юрий покажет вам лето. Вы на Ютьюб заходите. И Юры канал поищите. Там солнце и море найдете. И шляпу в песке. И ту тетю. Сегодня я хотел поговорить немножко про глину. Это глина зеленая. С органикой. Ей люди намазываются и лечат все болезни. Я привез ее с Черного моря. Обжег. И вот она такого желтого цвета неожиданного. Глина лечит. Лечит не просто, а лечит вибрациями. И прикладывая глину к нужному месту, можно лечить разные болезни. А еще песок, анапский в том числе, является основным компонентом глины. В глине часто до 20% песка. Он армирует горшок и не дает ему распасться. Ну, если особенно возникают какие-то перегрузки во время сушки или обжига. В русской культуре и в древней русской культуре существует больше сотни сказочных, волшебных наших глиняных форм. Они отражают русское мировоззрение. Ведь если пить из китайской или из европейской посуды, то становишься китайцем или европейцем. Ну, например, на востоке, восток дело тонкое, тонкий бортик, нет толстого ребра жесткости. А в Европе это экономия и рациональность. У нас это толстое ребро жесткости, мощь, сила, крепость и воля, чтобы горшок не побился, когда падает. Ну и, конечно, мы думаем руками. Наши пальцы напрямую связаны с рецепторами мозга. Мозг воплощает свои идеи и задумки с помощью рук, но имеет место и обратный механизм. Наши пальцы подсказывают, что и как решить, если у мозга, у логики нет решения. Глина – материал живой и пористый. Через поры глина испаряет воду наружу. Таким образом охлаждает напиток, сгущает молоко и хранит чайную заварку. Даже можно кипяток заваривать. Это живая глина. И руки это чувствуют. Попробуйте взять пластик. Пластик не тот. Помните ликопластырь, который наклеивают на кожу? Уже через несколько часов кожа начинает белеть от недостатка кислорода. То же самое возникает, если брать в руки пластик. А живая глина – это совсем другое дело. Чтобы выкрутить гончарный сосуд, необходим гончарный круг. Но можно крутить на чем угодно, даже на автомобильном колесе. Так что каждый автовладелец потенциально имеет гончарный круг. В керамике и в гончарстве встречаются все стихии. Огонь – это обжиг. Вода – без нее было бы невозможно создать изделие без трения. Сушка – это воздух, конечно же. Ну и глина. Однажды ко мне прилетела маленькая птица. Она стала топтаться по горшочку и не хотела улетать целый день. Мы с ней общались, я ее кормил червяками и понял, что наши предки запросто могли общаться с волками и с медведями. Они овладели всеми стихиями. И еще энергии кручения по спирали. Она возникает, когда глина гоняется вверх и вниз, а гончарный круг ее крутит по кругу. По спирали закручены улитки, циклоны, антициклоны крутятся по спирали. И вообще в этой жизни все циклично. Археология и керамика. Что вынимают из земли археологи? Конечно же, глиняные черепки. Ведь глина, закопанная ниже глубины промерзания, вечно. И именно по глине, по технологическому циклу, мы можем судить о развитии предыдущих цивилизаций. Те, кто хочет вылепить свой сказочный мир из глины, материализовать свои задумки и мечты, вспомнить детство, любопытство, любознательность и научить свой мозг мыслить очень нестандартно и неожиданно, конечно же, подписывайтесь на мой канал, он называется «Волшебство керамики». Берите кусочек глины и начинайте лепить. Если вы хотите полепить вместе, то с 1 по 5 июля у меня будет гончарный интенсив. Мы будем лепить 5 дней подряд, крутить на гончарном круге, изучать все способы лепки. Это происходит у меня в гончарной резиденции в Подмосковье. Благодарю Юрия за позитив, за морское настроение и вдохновение. Смотрите канал Юра и приходите на мой канал, и будем вместе лепить горшки из сказочной и волшебной глины, изучать ее волшебные и сказочные свойства. С вами был я, Илья Калашников. До скорых встреч!